Этот 37-летний парень прицепил видеокамеру на спину своей собаки по водырю, позже жена посмотрела и ужаснулась. Мужчина не родился слепым первые 32 года своей жизни, он был с нормальным зрением, однако он заболел кератоконусом, это страшный диагноз, который означает дегенерацию роговицы и полная потеря зрения, он настоящий счастливчик, потому что его жена всегда поддерживала и помогала, вместе они способны пройти через любые преграды. Вскоре после потери зрения пара, разыскала себе великолепного помощника, собаку поводыря по кличке Кики он настоящий подарок, свыше потому что пес везде водил хозяина, куда ему нужно было. Таким образом мужчина давал своей жене немного отдохнуть, чем дольше он был вместе с Кики тем более он становился уверенным. Он уже не боялся выходить с дома сам и бродить по своим делам, казалось бы люди с уважением относятся к слепым людям, сочувствуют, уступают дорогу, подсказывают если нужно, по крайней мере я так отношусь к слепым. Но мужчине не повезло с этим он стал замечать часто, что люди дразнят его, он не мог поверить как люди могут быть такими жестокими, он не был уверен, что именно эти идиоты делают, он просто слышал смешки вокруг себя. Вскоре он решил купить видеокамеру, которую он смог бы поместить на спине Кики, он хотел убедиться или все ему это кажется, или его все-таки дразнят на самом деле. Он вышел на прогулку по Лондону как обычно, но в этот раз вооружившись камерой, он гулял с собакой пару часов и когда пришел домой попросил свою жену Симу посмотреть запись, после просмотра Сима была не в себя, она по-настоящему разозлилась ведь то, что творили люди перед ее супругом ни в какие рамки не входило, он ведь слепой человек. В начале видео была одна женщина, которая положила свои сумки на сидение в трамвае и из-за этого Эмит не мог присесть рядом с ней, тяжело быть слепым, но стоять в переполненном трамвае без зрения еще сложнее, Эмит просто стоял, он не просил уступить ему место в итоге никто так и не уступил. Это не конец приключений Сима увидела позже как люди пинали Кики своими сумками и зонтиками, чтобы пройти мимо них быстрее, это очередной шок, обычные как здоровые быки люди толкали пса и его слепого хозяина просто чтобы быстрее их обогнать, печально также было смотреть на видео где Эмит ловил такси на перекрестке, к сожалению, было видно как таксисты специально проезжали мимо него не желая подвозить беднягу. Сима рассказал обо всем, что увидела мужу и они были в состоянии транса, люди просто изверги. В конце видео Эмит пришел на автостанцию, пытаясь найти свой автобус, видно как работники вокзала специально игнорируют парня, несколько минут не желая ему помочь, расстроившись Эмит осознал, что это не паранойя, а на самом деле люди не желали сочувствовать ему на вопрос, когда Эмит решил записывать все на камеру. Он ответил, сразу после то как некие люди толкнули его на эскалаторе, будто им не хватало места и им казалось это смешным, толкнуть беззащитного слепого мужчину. Однажды одна женщина сказала Эмиту, чтобы тот извинился за то, что заметил ее в подземном переходе, Эмит спросил у нее, следует ему извиниться также за то, что он слепой. Она сказала да. Эмит понял, что люди бывают очень злые и грубые, однако, парень счастлив, что у него есть Кики, ведь он спас однажды ему жизнь. Как-то раз переходя улицу, на пешеходе его чуть не сбил автомобиль мчащийся на красный свет, в последнюю секунду Кики потянул хозяина назад, тем самым уберег его от смертельного удара. Эмит надеется, что простые люди станут немного доброжелательными после просмотра его видеозаписи. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.